Привет друзья! Меня зовут Валерия и сегодня мы с вами продолжим расписывать нашу шкатулочку под названием Восточная сказка. В прошлом видео мы расписывали крышку этой шкатулочки, а сегодня сделаем ее лицевую часть. Для работы нам понадобится линейка, циркуль, циркуль с гелевой ручкой, лучше серебряной, контуры по стеклу и керамике золотой и черный, стразы разных форм и цветов, ватные диски, ватные палочки, а также суперклей. На лицевой части нашей крышки будет изображена очень красивая и изящная сетка. Вот сейчас мы ее и помечаем, делаем разметку. Я отступаю по полтора сантиметра от края сверху и снизу и затем буду проводить линии по диагонали. Размеры моей шкатулочки, а точнее ее лицевой части 18 на 10 сантиметров, причем высота крышки 3 сантиметра. Мы проводим линии по диагонали, соединяя первую сверху и третью снизу точки. Делаем то же самое в другом направлении. Углы моей шкатулочки закруглены и на этих круглых углах я рисую тоненькие лепесточки. Они у меня примерно 5 миллиметров высотой. Делаем то же самое в другом направлении. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь приступим к сетке. Отрываем носик контура от поверхности и укладываем краску на нее. Как вы видите, у меня получаются не очень ровные линии. И на это могут быть три причины. Первое. Угол наклона контура неправильный. Второе. Если вы недостаточно сильно давите на кончик тюбика. И третье. Если в носике застрял кусочек засохшей краски, тогда следующие потоки краски будут выходить неровные. Вот у меня как раз тот случай. После прочистки моего носика линии сразу пошли ровные и красивые. Крышка моей шкатулочки довольно тяжелая. И при росписи лицевой стороны она постоянно падает. Поэтому я решила закрепить ее скотчем для удобства. Пока первый слой нашей сетки сохнет, мы переходим к нижней части нашей лицевой стороны. Отмечаем середину и красиво укладываем те стразики, которые хотим в серединке видеть. И приклеиваем их на суперклей. Субтитры создавал DimaTorzok Наши красивые стразики это серединка мандалы, поэтому циркулем мы сделаем несколько кругов вокруг них и будем продолжать наш рисунок. На первом уровне у нас будут арки, куда мы затем приклеим стразики. Для того, чтобы нарисовать ровные арочки, я делю на глаз нашу окружность сначала пополам, половинку еще пополам, эту половинку снова пополам. И, в общем-то, от руки провожу уже наши арочки. Арочки мы будем рисовать, обводить контуром не до конца, а основание у нас будет пустое. Вы сразу можете начать рисовать арки контуром, но для того, чтобы ваш рисунок был максимально ровный и аккуратный, я все-таки настаиваю на том, чтобы вы сделали эскизик. Высота этого уровня у меня получилась примерно 6-7 миллиметров, но линия контура доходит только до половины. Остальное пространство у нас будет оставаться пустым. Обводим окружностью основания объемной толстой линией, отрывая носик контура от поверхности. После того, как первый слой нашей сетки немножко подсох, можно рисовать поперечные линии. Субтитры создавал DimaTorzok Иголкой я сглаживаю острые кончики на линиях контура. Перейдем к оформлению нашей сетки и украсим пересечение линии объемными точками. А между ними на пересечениях мы приклеим на контур разного цвета стразы. Просто поставьте объемную точку контуром и утопите в ее серединку страз. Нижний ряд сетки тоже украсьте объемными точками. И при желании те пересечения, которые остались пустыми, можно также заполнить стразами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующий уровень вокруг крупных страз у нас будет из тоненьких лепесточков. Таким образом мы повторяем центральную нашу мандалу, которая находится на крышке шкатулки. Вы заметили, что я постоянно перехожу от одного места к другому. Это потому, что я дожидаюсь, пока слои краски просохнут. То есть нарисовали вы арочки, перейдите к сетке, которая уже подсохла. После того, как сетка будет закончена, и соответственно арочки высохнут, можно приступать к рисунку рядом с арочками. Так вы не размажете рисунок, и у вас получится все замечательно, и времени на роспись уйдет меньше. Когда вы нарисовали лепесточки, можно приступить к сетке или к чему-то другому. Ну, в общем, это такой своеобразный творческий тайм-менеджмент. Серединки наших арочек мы украшаем разноцветными стразами, приклеенными на суперклей. Суперклеем будьте аккуратны, ему нужно совсем чуть-чуть. Он оставляет белые следы, ворсинки от ватных палочек тоже к нему могут прилипнуть. В общем, будьте начеку. А еще, если вы нечаянно склеите свои пальцы, то будет проблематично отодрать его от своей кожи. Поэтому будьте предельно внимательны. Мне очень нравятся разноцветные стразы, особенно на черном фоне с сочетанием золота, а при приглушенном свете они выглядят просто сказочно. А их блеск, переливание и сияние напоминают мне что-то очень волшебное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok наши центральные стразы, обведем их контуром, оставив небольшое расстояние между ними. Линию я провожу толстую и объемную, отрывая носик от поверхности, для того, чтобы эта линия, она действительно выделялась, а не потерялась в нашем таком насыщенном рисунке. Пришло время украсить края нашей шкатулочки. Для этого я буду использовать золотой и контур с красными блестками. В линии пойдут три точки золотые, одна с красными блестками, три золотые, одна с блестками. Я сначала провожу золотые, оставляю промежуток между ними. Дальше немножко жду, чтобы они подсохли и уже наношу красный с блестками, точнее контур с красными блестками. Сразу после нанесения этот контур имеет такой мутно-белый цвет, но после высыхания он превратится в очень красивую, блестящую, переливающуюся капельку. Точно такую же цепь из точек я решила нанести на основание наших лепесточков на закругленном углу шкатулки. А теперь приступим к следующим элементам, нашей росписи. Это будут такие перевернутые сердца, очень будет похоже. Они будут полтора сантиметра в высоту и два сантиметра у основания. Между ними оставьте расстояние в сантиметр, потому что там мы нарисуем тоже нечто очень симпатичное. Вот такие крендельки у вас должны получиться. в основании они будут чуть меньше двух сантиметров, а затем будут увеличиваться. Внутренность мы закрасим тоненькой сеточкой, а контур обведем красивой объемной линией. Для начала можно обвести наш эскизик тоненькой линией, но в общем-то можно этого и не делать. Можно сразу нанести сетку, вы увидите ее чуть позже, а потом мы уже сверху наложим толстый слой контура. Субтитры создавал DimaTorzok В том месте, где мы оставляли сантиметр, мы приклеим туда пастразинки и сделаем жирную обводку контуром. Сетку старайтесь сделать очень тоненькими линиями, легкими движениями и старайтесь, чтобы линии прилегали плотно друг к другу. И пока первый слой нашей сетки-штриховки сохнет, мы добавим перпендикулярные линии в пустоты нашей центральной мандалы. Субтитры создавал DimaTorzok Сердце наших лепестков подберите стразик, подходящий по размеру. Штриховка наша высохла и можно нанести следующий слой. И так же аккуратно обведем наши крендельки толстой линией. А серединку завитков можно украсить объемной точкой. По краю нашей мандалы пусть красуются золотые стразы в золотом контуре. Субтитры создавал DimaTorzok Плотную к нашим завиткам приклейте по стразнике, а дальше мы будем упадеть в каждой стразе контуром. Субтитры создавал DimaTorzok Вокруг страз у нас будут тоненькие лепесточки. Постарайтесь их сделать одной высоты. Лучше предварительно нарисуйте их гелевой ручкой. Субтитры создавал DimaTorzok Под лепестками у нас будут висюльки из страз и контура. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь приступим к украшению нижней части нашей лицевой стороны. Точно такие же элементы у нас были в прошлом видео. Сейчас я наношу толстую отделяющую линию. Затем по краю этой линии у нас будут точки, которые будут сначала золотые, а затем мы добавим в них капельку черного цвета. И пустоты мы украсим фоновым рисунком, такими природными завитками, опять же черным контуром. Мне захотелось сделать нашу сетку на крышке еще более тонкой, поэтому добавим еще линии в промежутке в нашей сетке. Затем, правда, будут кое-какие изменения. То есть практически после окончания работы, посмотрев на то, что получилось, я не была удовлетворена результатом. И мне захотелось внести кое-какие изменения. Поэтому, если вы рисуете параллельно с видео, и вы его еще предварительно не посмотрели, я предлагаю вам посмотреть в конце, что получится, посмотреть буквально несколько минут видео конечного. И чтобы не переделывать рисунок, сделать так, как я сделаю потом. У меня есть маленькие разноцветные стразинки, темно-зеленого, темно-синего, красивого, насыщенного цвета. И мне очень захотелось продолжить наши висюльки до линии. И эти стразинки, они как нельзя кстати подошли. Диаметр их чуть меньше 2 мм. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! И вот мы перешли к нашему фоновому рисунку. Его, как я уже говорила, мы рисовали в прошлом видео. Он очень простой и очень эффектный, а черный на черном смотрится классно. Также в промежутках между нашими висюльками мне захотелось добавить еще блеска, но добавлять золото либо стразы это будет уже совсем перебор, поэтому капли черного контура, они очень хорошо дают такой некий блеск и не перегружают рисунок. Тем временем наша сетка подсохла и мы укладываем последний слой контура. Субтитры Алексею Дубровскому! Чтобы наши кренделя были еще более сияющие, я на контур приклеила еще по стразнике. Субтитры Алексею Дубровскому! Украсим пересечение наших линий на сетке маленькими точками. Настало время почистить наш рисунок от лишних ненужных линий. Гелевая ручка очень хорошо стирается обычной ватной палочкой, смоченной с водой. Как и было заявлено ранее, мы украсим наши золотые точки капельками черного цвета. Посмотрев работу в конце, мне показалось, что сетка на крышке не совсем гармонирует с рисунком, который расположен чуть ниже. Поэтому я решила внести некие изменения. Я решила, что проще всего сгармонизировать эти два рисунка будет с помощью нашего цветка, то есть добавить еще один лепесточек к нему. Для этого я обвела стразик иголочкой и пытаюсь сковырнуть весь контур, который находится под ним, чтобы его было возможно приклеить. Честно признаться, мне хочется внести более глобальные изменения, но сетка такая плотная, что будет очень проблематично сделать какие-то более крупные изменения. Поэтому будет добавлен всего один стразик, и он будет выделен чуть более жирно контуром. Не бойтесь менять и переделывать работу, если вас что-то не устраивает. Клеим стразик на суперклей. Каплю клея я равномерно размазываю иголочкой и плотно прижимаю сам страз. Далее вокруг у нас будет цепь из страз, которые приклеены на акриловый контур. Стразы я взяла золотого цвета. Субтитры создавал DimaTorzok Остались последние штрихи, а точнее точки, и наша работа готова. Вот, друзья, что у нас получилось в итоге. Сегодня мы с вами расписывали лицевую часть нашей шкатулки. В прошлом видео мы расписывали крышку. Я вам показала довольно много разных элементов, которыми часто пользуюсь сама. И зная их, применяя их на различных поверхностях, пользуясь разными цветами, цветами различных страз, можно создавать потрясающие рисунки. Я желаю вам успехов. Пусть у вас все получится. Надеюсь, видео было вам полезным. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok